Дан кривошип шатунный механизм ОАБ. Кривошип ОА вращается с постоянной угловой скоростью 6П радиант в секунду. Размеры ОА 40 см, АБ 200 см. Точка М середина АБ. Найти угловую скорость шатуна АБ и скорость средней точки этого шатуна. Точка А занимает крайне интересные положения 1, 2, 3, 4. Нужно в этих положениях определить Омега АБ и скорость точки М. Для первого случая точки ОАБ лежат на одной прямой. Точка В в этом положении находится в крайнем правом положении, в тупике. Поэтому скорость точки В будет равна нулю и она является мгновенным центром скоростей. Скорость точки А будет направлена вверх, так как точка движется по окружности, по модулю. Вектор скорости точки А равен Омега умножаем на ОА. Омега 6П умножаем на 40 и получаем 240П сантиметров в секунду. При этом точка А вращается вокруг точки В с угловой скоростью Омега АБ. Омега АБ будет равно через известную скорость точки А делим на расстояние от точки до мгновенного центра скоростей, то есть АБ. Получаем 240П делим на 200. Получаем 1,2П радиан в секунду. Направление по часовой стрелке. Это направление определить можно каким образом. Если мы будем удерживать точку В и крутить вокруг этой точки точку А за скорость, мы получим направление Омега АБ. Скорость средней точки М, как мы можем вычислить? Мы можем найти ее по подобию, либо через Омега АБ. В данном случае, так как точка М находится на расстоянии в два раза меньше, чем точка А, скорость точки М будет два раза меньше, чем скорость точки А. И будет равна 120П. Соединив конец вектора скорости точки А с МЦС, мы получаем по направлению Омега АБ направление скорости точки М. 120 сантиметров в секунду. Похожий случай случай 3, когда точка Б находится в крайнем левом положении в тупике. Скорость точки А будет направлена влево, то есть вниз скорость точки А. Также эта же скорость находится по модулю, как в предыдущем случае Омега умножить на ОА, 6П на 40, 245 сантиметров в секунду. И относительно точки Б, которая в данном случае является неподвижной, скорость этой точки равна нулю. У нас мы находим направление Омега АБ и скорость точки М. По модулю они находятся аналогично первому случаю. Рассмотрим случай 2, когда точка А находится под углом 90 градусов в горизонтали. Скорость точки А будет направлена налево по направлению угловой скоростью Омега кривошипа. Скорость точки Б при этом будет двигаться, то есть точка Б будет двигаться со скоростью ВБ влево. Из рисунка видно, что шатун АБ будет двигаться мгновенно поступательно влево. Соответственно, все скорости шатуна будут одинаковые. Мы можем натисать... Так, это был у нас случай 1, 3. В случае 2 мы получаем, что скорость точки А равняется скоростью точки М и равняется скоростью точки Б и равняется 240П. Сантиметров в секунду. Угловая скорость шатуна при этом будет равна 0, так как МЦС находится в бесконечности. Случай 4 аналогичен случаю 2. При этом скорость точки А будет направлена вправо по направлению угловой скорости кривошипа. Аналогично скорость точки Б будет уже направлена вправо. Скорость точки М будет направлена тоже вправо. И шатун движется мгновенно поступательно вправо. Значения такие же, как в случае 2. При этом МЦС тоже находится в бесконечности. Продолжение следует...